ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ Евангелие от Луки, 4 глава, с 31 по 44 стих. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было совластью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою. Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий». А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Размышления. Часть первая. Власть исцелять и учить. Евангелие от Луки. Четвертая глава. С 31 по 37 стих. Иисус оставляет родной городок Назарет, и идет процветающий рыбацкий Капернау. Недалеко находится римский гарнизон, и молва об Иисусе быстро разлетается по всей империи. В этом отрывке народ дивится его учению, потому что он говорит с властью и его силе над нечистыми духами. И эту власть повергать сатану дает Бог. И современным христианам она тоже доступна. «Обратите внимание, что одержимый человек находится в синагоге, а не на мрачном кладбище. Зачастую зло находится рядом, порой даже в собрании верующих, и с ним нужно быстро разбираться. С любовью и смирением, а не с осуждением и религиозностью». «В каком бы служении мы ни находились, мы ничего не делаем своей силой и властью. На кого вы полагаетесь? На себя или на Бога? Склонитесь перед Господом и все делайте Его властью». Размышление, часть вторая. Служение нарастает. Евангелие от Луки, 4 глава, с 38 по 44 стих. В этом отрывке мы читаем об исцелении тещи Петра, которая страдала сильной горячкой. Обратите внимание, что, получив исцеление, она сразу начинает служить. Божья исцеляющая сила дает способность служить другим и созидать Его Церковь. Вскоре приходят и другие люди, чтобы получить исцеление. Ранним утром после долгоутомленного служения Господь идет в пустынное место. Грамматика оригинального текста показывает, что это постоянная практика Иисуса. Он регулярно уходит и молится, чтобы сохранить приоритеты в небесном порядке. Неважно, насколько мы устали или насколько успешным кажется наше служение, нам тоже нужно регулярно уединяться и общаться с Богом, чтобы оставаться в Его воле. Время, проведенное наедине с Богом, помогает сохранять правильный фокус. А как Вы, несмотря на суету и усталость, помогаете себе целенаправленно уединяться и проводить время наедине с Богом? Молитва. Небесный Отец, дай мне еще больше желания молиться. Помоги мне всем сердцем понимать важность молитвы в отношениях с Тобой, чтобы у меня была сила и власть служить нуждающимся, иначе я буду полагаться только на свои силы. Да не будет этого со мной. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok